Девушки отдыхают 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 Но эта причина была далеко не единственной Первым племенем гномов С которым эльфы встретились в первую эпоху Были малые гномы В войне самоцветов Толкин упоминает Что эльфы не смогли распознать В гномах разумных существ И приняли их за двуногих животных А потому открыли на них охоту Несмотря на то, что другие Племена гномов не очень-то жаловали Своих мелких сородичей Они ополчились против эльфов И стали мстить им за пролитую кровь Как ни крути, массовое истребление Далеко не лучший способ Завязать добрососедские отношения Эльфы андрогины Андрогиния среди эльфов Проявляется довольно странно По крайней мере в фильмах Эльфы-мужчины выглядят нарочито женственно У них длинные светлые волосы И тонкие черты лиц В то время как эльфийки В принципе похожи на обычных женщин Причиной отчасти служит тот факт Что Толкин описывал эльфов Как светлокожих существ Которые не носят бороду Стоит отметить, что из этого правила Есть исключение Согласно Толкину Многие эльфы Отращивают бороду к третьему циклу жизни Или после сильных потрясений Которые приводят к визуальному старению Что же касается различий Между представителями полов Толкин писал Различие в силе и быстроте Между эльфийскими мужчинами И эльфийскими женщинами Которые не носили ребенка Было меньше Чем между мужчинами И женщинами смертных Да, эльфы выглядят утонченно Но это вовсе не означает Что они слабые Если вы когда-нибудь Пробовали натянуть тетиву У средневекового лука Вы наверняка понимаете Что Леголаста Уж точно не был слабаком Профессор скорее всего Имел в виду Что оба пола Одинаково прекрасны и сильны Толкин списал образ эльфов Со своей жены Эдит Сказание о Берине и Лютиен Это история о любви человека К эльфийке Одна из самых красивых И трогательных В творчестве Толкина Именно она заложила основу Для дальнейшего повествования Сам Толкин считал Сказание о Берине и Лютиен Одним из главных Произведений о первой эпохе Наряду с детьми Хурина И падением Гондолина Сказание не только Описывает важные события Из истории Средиземья Но и отчасти Рассказывает нам Биографию самого Толкина В 1917 году Толкин заразился Окопной лихорадкой Был освобожден от службы И отправлен домой Поправляясь Он часто гулял с женой по лесу И та танцевала для него На поляне Среди кустов болиголова Позже Толкин Практически полностью Списал эту сцену Для Сказания В котором Берин Видит в лесу Танцующую эльфийку И влюбляется в нее Параллели между Толкином И Берином очевидны Оба рано осиротели И обоим пришлось повоевать Эдит же стала Прообразом Лютиен Что интересно Позже Эдит и Толкин Были похоронены В одной могиле А на надгробной плите Значатся имена Берина И Лютиен У каждого эльфа Есть несколько имен В творчестве Толкина Все очень непросто И имена эльфов Не исключение В начале жизни Каждого эльфа Есть имя Полученное от отца От РСС Это имя Демонстрирует Связь с родом Когда эльф Становится старше Он получает От матери Второе имя А Мелиссе Это имя Обычно отражает Черты характера Особые навыки Или произошедшие Судьбоносные события Третье имя После имя Эписсе Отражает достижение Или титул Четвертое Собственное имя Килмиссе Можно выбрать Самостоятельно После исхода В Средиземье Эльфы В большинстве своем Брали себе Новые имена На Синдорине Многие просто Переводили Старые имена Сквенья На котором Больше никто не говорил Истинными именами Считаются первые два Но многие эльфы Любят все свои имена И охотно На них отзываются В мультфильме Хоббит Эльфы Выглядели хуже Чем гоблины В мультфильме Хоббит Выпущенном В 1977 году Студией Ранкинг Бас Эльфы Выглядели Совсем иначе Нежели в последней Трилогии Питера Джексона Мультфильм Был рассчитан На детей Поэтому создатели Добавили ярких красок И упростили Повествование Заменив Кое-какие сюжетные Повороты Музыкальными Вставками В целом Хоббит Получил хорошие Оценки Но некоторые критики Удивлялись Тому С какой Вольностью Мультипликаторы Подошли К внешнему Виду персонажей Например Голум Был похож На лягушку Куда сильнее Чем указано В первоисточнике А Смаук Был мохнат Вероятно Потому что В книге Его повадки Были названы Кошачьими Гэндальфу На голову Надели капюшон Вместо шляпы А Элронду Пририсовали бороду Но самое страшное Произошло С эльфами Лихолесья Отец После Голаса Трандуил Стал зеленокожим Низеньким Костлявым И каким-то Неряшливым Сравните Эльфа Из мультфильма С лощенным Образом Липпейса Из трилогии Признайтесь Если бы не светлые Волосы Вы бы Трандуила Вообще не узнали Возраст Зрелости Для эльфа Равняется Ста годам По своей природе Эльфы бессмертны Под бессмертием Толкин Подразумевал Безграничную Связь Ардой Которая Дарует Неуязвимость К болезням И умение Залечивать Самые страшные Раны При этом Эльф может Погибнуть В бою И умереть От горя Или истощения Увеличение Продолжительности Жизни Ведет К кардинальным Изменениям В жизненном цикле В течение Первого года Эльфы Учатся ходить И говорить К 15 годам Их разум Крепчает До уровня Взрослого А вот тело Запаздывает В развитии Фаза роста Заканчивается Примерно К 50 годам А полная Трансформация К 100 годам Стареют Эльфы Тоже необычно Но это происходит Крайне редко Как правило Они устают От тягот Этого мира И отправляются В Валлинар Не дожидаясь Старости Самые могущественные Эльфы Это Галадриэль И Гилгалат Галадриэль Рожденная В эпоху Древ До первой эпохи Считается Самой мудрой И сильной Владычицей Средиземья По словам Толкина Сравниться С ней по силе Мог только Гилгалат Во Властелине Колец Гилгалат Мелькнул На экране Всего два раза В бою И в кадре С обладателями Колец Сцена его смерти Была вырезана Из прокатной версии А жаль Ведь этот персонаж Очень важен Гилгалат Был последним Королем Нолдор Средиземья Верховным Королем Эльфов Запада Королем Эльдор И владыкой Высших Эльфов Он обладал Огромной Властью И пользовался Уважением У Нолдор И Синдор Он стал Инициатором Последнего Союза Между людьми И эльфами И повел Объединенные Войска На Саурона Его смерть Положила конец Королевству Нолдор В Средиземье Помимо всего Прочего У Гилгалата Были семена Мелорна Дерево Которое растет Только в Нуменоре В землях Линдона Семена не прижились Поэтому Гилгалат Отдал их Галадрель Та нашла Подходящее место И из семян Вырос лес Названный Впоследствии Лотлориеном Первый эльф Эру Илуватар Высшее начало И создатель Всего сущего Во вселенной Толкина Он обитает В чертогах Безвременья И владеет Тайным огнем Который Является Источником Жизни Сначала Эру Создал Ангелоподобных Существ Айнур И мир Эа После Он предрек Появление Детей Илуватара Людей и эльфов Так называемых Воплощений Обладающих И душами И физическими Телами Эльфы Должны были Пробудиться Первыми А люди Несколько тысяч Лет спустя Первым Пробудившимся Эльфом И одним Из трех Эльфов Проотцов Был Имин Следом За ним Пробудилась Его жена Иминя Имя Имин Означает Первый Поэтому Его последователи Были названы Миньер То есть Первые Следом За Имином В Куиви Энине Появился Тата Второй Эннель Третий И Нельер Третий Три Эльфийских Кольца Власти По замыслу Саурона 20 магических Колец Власти Должны были Поработить Правителей Средиземья И склонить Их на сторону Зла Однако Сам Саурон Выковал Только одно Кольцо Все остальные Кольца Были изготовлены Килибримбаром И Эльфийскими Кузнецами Из Эрегиона 16 колец Ощутили На себе Тлетворное Влияние Саурона Три кольца Остались Чистыми Так как Килибримбар Скрыл их От темного Властелина Килибримбар Хотел Чтобы кольца Помогали Эльфам Разумно Править И оберегать Средиземье И все же Эльфийские Кольца Были подвластны Единому Кольцу Саурона Поэтому Обладатели Были вынуждены Прятать их Чтобы темный Властелин Не мог Прочесть их Мысли Кольцо Огня Называлось Нарья Кольцо Воды Нэнья У лесной Владычицы Фродо Кольцо Нарья Принадлежало Гилгаладу И позже Попало Через Кирдана К Гэндальфу Кольцо Вилья Тоже Поначалу Находилось У Гилгалада Но тот Отдал Его Элронду Все Кольца Обладали Уникальными Свойствами И давали Носителю Необычные Способности Леголас Мог и не Быть Блондином Леголас Далеко Не главный Персонаж Братства Кольца Однако Блистательный Орландо Блум Настолько Вжился В его Роль Что Фанаты До сих Пор Не перестают Им Восхищаться Ну и Спорить О персонаже Конечно Куда Уж Без Этого Из Книг Мы Точно Знаем Только То Что Принц Лихолес Леголас Непревзойденный Лучник И один Из Членов Братства Кольца Все Остальное Включая Его Возраст И Внешность Ваньер Настоящие Высшие Эльфы Блондины Галадриэль Является Прямым Потомком Ваньер Поэтому Ее Цвет Волос Вполне Оправдан Леголас В книге Не удостоился Четкого Описания Его Отец Страндуил Светловолосый А значит И Леголас Должен быть Блондином Ведь так Вероятно Так Рассудил И Питер Джексон Но Где же Правда А правду Мы так Никогда И не Узнаем Остается Есть мнение Что эльфы Идеальны А все Что они Делают Несомненно Благородно Безусловно Эльфы Красивее Мудрее И совершеннее Смертных Но это Не спасает Их от ошибок Феанор Родился В Валенаре И принадлежал К Нолдор Он был лучшим Из детей Илуватара Опытным воином Кузнецом И ювелиром Он был Вселен Телом И духом Но при этом Горд И надменен Что привело К неприятным Последствием Для всего Эльфийского Рода Феанор Создал Сильмарилы Три драгоценных Камня Вобравшие В себя Свет Двух Древ Валенара Первый Темный Властелин Мелькор Похитил Свет Уничтожил Древо Убил Отца Феанора И украл Сильмарилы После этого Мелькор Бежал В Средиземье А Феанор Захотел Его догнать Для этого Ему Нужны были Корабли Которыми Владели Телери Феанор Предложил Телери Придать Валар И плыть В Средиземье Но те Отказались Поэтому Нолдор Перебили Телери И захватили Корабли Силой Это был Первый Случай В истории Когда Эльф Поднял Руку На Другого Эльфа Души Эльфов Могут Поглощать Их Тела У всех Детей Илуватара Есть Душа Феа Дарованная Тайным Огнем Создателя И тело Хроа Созданное Из физической Материи Арды Согласно Верованиям Эльфов Душа Без тела Практически Бессильна А тело Не может Существовать Без души Тела Эльфов Прочнее Чем тела Смертных А души Сильнее Поэтому Эльфы Могут Лучше Управлять Своими Телами Это Объясняет Почему Эльфы Бессмертны Когда Эльф Умирает Его душа Покидает Тело И Отправляется На суд В чертоге Мандоса Она Проводит Какое-то Время В залах Ожидания А потом Воскресает В новом Теле Если Душа Не желает Воскресать Или Творила Зло При жизни И должна Быть Наказана Она Может Остаться В чертогах Мандоса До конца Арды Кстати Во времена После Искажения Арды Эльфы Из Средиземья Испытывали Физическую Слабость Поэтому Добрались На запад В Аман Где Могли Жить Вечно Если Вы Располагаете Другими Интересными Фактами Об Эльфах Из Средиземья Я буду Рад Прочесть Ваши Комментарии А на этом У меня Все Если Вам Понравился Ролик Не забудьте Оценить Его Подписаться На мой Канал И Нажать На колокольчик Спасибо За Внимание Пока Продолжение следует